Дальнейшего послабления не будет. В Алматинской области вновь ужесточают меры карантина. Доступное жилье. Более 800 семей ЖТСУ планируют обеспечить квартирами в рамках государственной программы 5-10-20. С любовью об окружающей среде. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают экологи всего мира. Поднимайте экономику, соблюдая карантин. Сегодня Аким Алматинской области провел селекторное совещание с регионами. В ходе встречи рассмотрены многие актуальные вопросы, касающиеся привлечения инвестиций, реализации государственных программ, туризма, образования, сдерживания цен и, главное, ситуации с распространением коронавируса. Как отметил глава края Аманда Кбаталов, вся проводимая работа должна осуществляться с учетом карантинных мер. Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон мировой экономике. И сегодня в нашей стране принимаются все меры для стабилизации ситуации. Как отметил в своем выступлении Аким Алматинской области Аманда Кбаталов, основная задача – в целом поднять экономику, создать рабочие места и помочь людям. Мы готовы открывать новые производства на сегодняшний день «Алацем». Там будет тысяча с тысячами человек работать и большой объем будет производить. Сейчас уже Лукою получил разрешение экспортировать свою продукцию. Вчера об этом тоже говорили во время заседания правительства. Сейчас задача стоит, и правительство перед нами ставит задачу, чтобы мы занимались привлечениями инвестиций и новые производства открывать. В Алматинской области в этом направлении ведется большая работа. Уже в этом году объем инвестиций в основной капитал составил около 123 миллиардов тенге, что выше показателей за аналогичный период прошлого года более чем на 7,5%. Кроме того, в регионе большое внимание уделено реализации государственных программ. Одной из таковых является дорожная карта занятости, в рамках которой реализуется 977 проектов. Так, в районах области активными темпами идет строительство различных объектов, в том числе больниц и школ. Все это находится под контролем руководства края. Каратальский, Индыший, Казахский и город Алдыкурган объекты образования посмотрел. Амудрович, здесь хотелось бы поручить протокол бить, поручение, чтобы все Акимы районов пересмотрели график производства работ, потому что все объекты образования стоят в завершении работ на ноябрь месяц. Учебный год у нас начинается в сентябре. Прошу всех пересмотреть и завершение работ поставить на 10 августа, потому что, в принципе, мы успеваем. В ходе селекторного совещания были подняты вопросы подготовки туристических объектов, организации летнего отдыха, проведения единого тестирования. По всем пунктам работа в регионах области ведется активная, с соблюдением правил карантина. Сегодня особое внимание необходимо уделить безопасности населения, отметил Аким области Амандык Баталов. К сожалению, ослабление карантинных мер, введенное в конце мая, отрицательно сказалось на статистике заболеваемости. Вчера я проехал по городу, как будто вообще нету здесь коронавируса. Купальный сезон мы не открыли, слушай, сказали с 13-го числа. Все люди в этом бассейне, вон, по некоторым областным центрам, по некоторым городам, наоборот, заново усиление идет карантинных этих мер. Не расслабляйтесь, не шутите. Указав на недочеты и недоработки со стороны аппарата, Аким области поручил взять ситуацию на особый контроль. Надежда Белова, Жесолчин Генжинов, телеканал ЖТСУ. С сегодняшнего дня в Алматинской области вновь закрываются торговые дома под строгим запретом проведения массовых мероприятий. А общественный транспорт будет курсировать только в утренние и вечерние часы. Мера эта вынужденная, сообщил главный санитарный врач региона на прошедшем брифинге. В области все еще фиксируется рост заболеваемости, а потому рекомендуется строгое соблюдение социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Евгения Присяжная с подробностями. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Алматинской области на сегодняшний день составляет более 400 человек. За последнюю неделю общий прирост заболеваемости вырос до 4,5%. Для сравнения, до послабления карантинных мер этот показатель держался на отметке 2,5%. В результате несоблюдения гражданами санитарных норм в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Я, как главный государственный санитарный врач, вынужден буду вернуть усиление карантинного режима. То есть обратно восстановить санитарные посты между районными городами, запретить работу отдельных объектов, торговых домов, ограничить режим общественного транспорта. Почему? Потому что не соблюдается все-таки там масочный режим, превышает население ограничения данным. Мы предписывали только на сидящие места и стоя ездим. В настоящее время создается совместная мобильная группа из представителей санэпидслужбы, Акимата и прокуратуры области, а также департамента полиции, которые будут проверять эффективность работы городских и районных мобильных групп, а также строгое соблюдение карантинного режима. С сегодняшнего дня на нарушителей будут налагаться штрафы. Суммы колеблются от 5 до 500 МРП. Сегодня вообще планируется приостановление открытия работы базы отдыха в побережье Ковчегае. Почему? Потому что превышает рост заболеваемости, значит, процент около 9% на сегодня. Тоже данный вопрос обсуждается. Есть там угрозы завоза извне, то же самое из города Алматы. Поэтому эти меры будем принимать вынуждены. На сегодняшний день силами санэпидслужбы обработаны активные очаги заражения. В Талдыкургане это район онкодиспансера и областной больницы. Все места общественного пользования, городские улицы и жилые подъезды дезинфицируют коммунальное предприятие Курки-Ту. И эти работы, по словам пресс-секретаря Акима города Талдыкурган, будут вестись ежедневно. До снятия карантинных мер. Евгения Присяжная, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Поэтапные поставления карантинных мер позволили возобновить работу множество объектов сферы услуг. Однако риск заразиться коронавирусной инфекцией еще остается. И согласно постановлению главного санитарного врача области, бизнесмены должны следить за соблюдением санитарных норм в своих учреждениях. Как выполняются требования, рабочие группы проверили в Жамбулском, Карасайском и Елийском районах. Главное внимание участники рабочей группы обращают на объекты большого скопления людей. И в первую очередь это магазины. Посетив супермаркет Ассорти, ревзоры остались довольны. Торговый объект оснащен санитайзерами, разметками для соблюдения дистанции. А сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Не меньше людей обращается и в банк. Очередь в отделение Халыкбанка выстраивается на улице, а в помещение пропускают не более пяти человек. При входе сотрудники банка измеряют каждому температуру и просят обработать руки антисептиком. Конечно, не все жители понимают, насколько важны эти меры, но мы постоянно проводим разъяснительную работу, и люди начинают осознанно относиться к собственной защите, делятся сотрудники банка. Мониторинговые группы, куда входят сотрудники Акимата. Полицейские и санэпидемиологи регулярно проводят рейды по вновь открывшимся объектам. Владельцы должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Думаю, сейчас все понимают, что это вопрос национальной безопасности. Ранее свою работу в рамках поэтапного выхода из карантина возобновил крупнейший торгово-разлепкательный центр «Апорт», находящийся в Карасайском районе Алматинской области. Сюда съезжаются на шоппинг населения ближайших районов и мегаполиса Алматы. Как и полагается, при входе в торговый центр установлен дезинфекционный тоннель. Все посетители проходят проверку. При наличии признаков ОРВИ или повышенной температуры человека не пускают в помещение. Развлекательные зоны и кинотеатр в торговом центре еще не работают. А вот магазины, супермаркет, салоны красоты и некоторые кафе собственной посадочной зоной уже открыты. Все карантинные мероприятия согласованы и действуем согласно постановлению главного самопедемного врача Республики Казахстан. Это обязательный масочный режим, это обязательная проверка температуры на входе. У крупных арендаторов тоже стоят проверка на входе температуры. Также у нас стоят так называемые туннели с дезраствором, которые опрыскивают людей при проходе в море Апорт. В ходе рейда по Илийскому району представители мониторинговой группы проверили, как соблюдаются санитарные требования в бутиках одежды, местных павильонах, магазине хозяйственных товаров. По словам представителя мониторинговой группы Амирхана Смогулова, в основном замечания касались соблюдения социальной дистанции. Порадовала ревизоров работа местной Казпочты. На входе у нашей съемочной группы измерили температуру, попросили обработать руки антисептиком. Да и персонал ознакомлен с санитарными нормами. Мониторинговая группа Илийского района ежедневно посещает порядка 40 объектов малого и среднего бизнеса. Со всеми ведется разъяснительная работа. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан в Илийском районе создана мобильная группа. В состав мобильной группы входит представители местных исполнительных органов, местной полицейской службы и специалистов районного управления контроля качества, безопасности товаров и услуг. По району проведено обследование 360 объектов. Из них на 127 объектах выявлены нарушения. После чего нами проведены разъяснительные работы до устранения нарушения. За несоблюдение карантинных мер и санитарных требований на первый раз можно получить предупреждение. Но при повторном к владельцу бизнеса применят административное наказание в виде штрафа или вовсе закроют объект до окончания карантина. 59 проектов более чем на 33 миллиарда тенге будет реализовано в Искельдинском районе по дорожной карте занятости. Большая часть средств, 60% от общей суммы, направлена на решение социальных проблем села Бактабай. Здесь ведется реконструкция сразу нескольких объектов. С ходом работы ознакомилась наша съемочная группа. Из всех районных и сельских ДК области Бактабайский самый большой. Внутренняя площадь строения около 5000 квадратных метров. В годы постройки 50-е годы прошлого века в нем открылись сразу несколько концертных залов, спортивные секции и библиотека. Теперь очаг культуры в плачевном состоянии. Прогнили все внутренние деревянные конструкции, непригодные к использованию инженерные коммуникации. Обвалилась штукатурка. Однако сам корпус, кирпичная кладка стен могут послужить еще много десятков лет. Провести реконструкцию ДК жители села просят местные власти не первый год. Его включили в региональную программу восстановления по государственной программе «Дорожная карта занятости». По Дому культуры начали демонтажа. И начнем скоро монтаж с кровли, так как это основная работа. В принципе, сейчас в данный момент у нас работает по Дому культуры 36 человек. Без них 18 уже местные, считается. Плюсы программы «Дорожная карта занятости» сельчане ощутили не только в восстановлении и строительстве важных и нужных для них объектов, но и в массовом трудоустройстве. Поскольку 50% рабочих на объектах – местные жители. Они привлечены через региональные центры занятости. Приоритетной категорией, согласно поручению Акима области, является безработная молодежь. У нас сегодня работа все начата. Это первые питьевые годы работы начата. Почти завершение идем. Очень важно завершить. Если завершение будет, у нас подходит к сельскому по питьевым годам 100% обеспечить людей. И второе у нас по Дорожной карте бизнеса. Здесь давно был вопрос, не решено. Спасибо нашим президентам, спасибо нашим Акимовым, Амантопадасу. Мы решили вопрос по Дому культуры, который давно был не решен вопрос. И выделим туда сумму 850 миллионов тенге. В этом году в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» в Алматинской области будет реализовано 997 проектов. На эти цели выделено 109 миллиардов 200 миллионов тенге. Азаджумаханов, Габит Кабдрахман, телекомпания ЖТСО из Искельдинского района. В столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Уникальную лабораторию, отличающуюся мобильностью, высоким уровнем биобезопасности и автоматизацией процесса исследования, безвозмездно передал Министерству здравоохранения фонд известного бизнесмена Булата Утимуратова. Благотворительная организация приобрела два лабораторных комплекса на общую сумму 4 миллиона долларов США. Второй комплекс начали устанавливать и в Алматы. Четыре человека, в том числе двое сотрудников ДЧС, пострадали при тушении пожара на автозаправочной станции в Атарау, сообщает закон КИЗ. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атарауской области, утром 5 июня в городе Атарау по улице Атамбаева на территории ТО «Промгаз» во время слива газовоздушной смеси произошла утечка, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки «Форд». При взрыве было разрушено здание, стоящее в 70 метрах. Полицейского в Актюбе подозревают в краже 70 тысяч тенге у потерпевшего. Полицейский, используя служебное положение, предложил помощь в возврате автомобиля «Опель Зафира». Транспортное средство ранее было изято по уголовному делу в отношении руководства ТО «Гарант-24 Ломбард». Путем обмана и злоупотребления доверия украл у жителя Актюбинской области 70 тысяч тенге, уточнили в Департаменте антикоррупционной службы. Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Досудебное расследование продолжается. К другим темам. Процесс госзакупок упростили в стране на период карантина. Теперь процедура рассмотрения и принятия решений с 45 и 60 дней сокращена до 7. Все бумажные носители переведены в онлайн-формат. Об этом рассказали ответственные лица в ходе брифинга на региональной площадке ЖТСУ «Медиа». Пожалуй, самым главным нововведением стало сокращение ненужных операций. Учитывая сложившуюся ситуацию, оперативность на первом плане, говорит спикер. Немаловажным изменением стала и отмена штрафных санкций к недобросовестным участникам. Теперь можно досрочно и в одностороннем порядке разорвать контракт и найти другого подрядчика. На веб-портале госзакупок разместили перечень, по которому заказчики могут заключать договоры из-за одного источника. В этот список вошли маски медицинские, дезинфицирующие средства, санитарные услуги по дезинфекции, дезинфекции, диаретизации, перчатки из латекса и прочее. Международная комиссия принимает решение из одного источника, покупает у наших же товаропроизводителей оборудование, маски. Объявляется конкурс, принимается заявка в течение трех суток. Там процедуры камеральной контроли нету, там мы не камеральны. Получается, все решение принимается комиссией конкурсной. Под крышей дома своего более 800 квартир планируют реализовать в этом году в Алматинской области в рамках государственной программы 5.10.20. В регионе старт реализации масштабного жилищного проекта намечен на 1 июля. Одна из основных целей внедрения программы 5.10.20 – решение вопроса очередников. Потому участвовать в масштабном проекте могут люди, занесенные в очередность на получение жилья из госжилфонда. Однако и здесь есть оговорка. Получить льготный заем на покупку квартиры имеют возможность только платежеспособные очередники Акиматов. Чтобы встать в очередь на жилье, нужно собрать и предоставить перечень необходимых документов. Это удостоверение личности, справка об отсутствии жилья в течение пяти лет, информацию о доходах или подтверждение платежеспособности. Если граждане из числа социально уязвимых или многодетных семей, им необходимы документы, подтверждающие этот факт. Программа рассчитана на среднестатистического казахстанца, а потому ориентирована на заработок рядовых жителей страны. Участвовать в 5.10.20 смогут семьи с доходом не более 96 тысяч тенге на каждого человека. Реализация выдачи льготного кредитования будет производиться через одного оператора. Это Жилстрой Сбербанк. Потому желающим участвовать в программе необходимо открыть счет в финансовой организации. Одной из основных особенностей 5.10.20 является то, что жилье можно купить как построенное в рамках программы Нурлежер, так и у частных застройщиков. По нашему региону, если очередное изъявить желание купить от частных строительных компаний, это получается максимальная сумма банк может выдать до 12 миллионов. Это по региону. Например, в Алма-Астане там другая сумма. Например, по Алматинской области это как раз 12 миллионов максимально сумма. По данной программе по республике выделено 390 миллиардов тенге. Из них 180 миллиардов это на строительство. Остальное взяться через Жилстройбанк Казахстана. На данный момент в Алма-Астанской области 6,4 миллиарда выделено. На эти деньги строятся 11 домов. Это у нас в Талут-Кургане 5 домов. Один дом в Ильичском районе, а остальные в Харасайском районе. Мы планируем где-то в втором полугодии 2021 года сдать в эксплуатацию. Старт реализации программы 5.10.20 намечен на 1 июля. Всего в этом году государство планирует обеспечить жильем по этой программе более 800 семей Алматинской области. Ануар Мангельдинов, Майди Байбусынов, телеканал ЖИТСУ. Сегодня профессиональный праздник отмечают экологи. Всемирный день окружающей среды ежегодно проводится по инициативе Организации Объединенных Наций. Прежде всего он призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также для стимулирования политического интереса в этой сфере. Свой вклад в общее дело вносят и экологи Алматинской области. День эколога в Казахстане отмечают с 2011 года. Борьба за чистоту окружающей среды, борьба за светлое будущее, отметил в поздравительной речи в режиме селекторной связи министр экологии, геологии и природных ресурсов Макзум Мирзагалиев. Во благо экологии в профильном ведомстве Алматинской области трудятся 44 сотрудника. Отличившиеся из них были отмечены благодарственными письмами и похвальными грамотами. Это было очень так неожиданно, прям серьезно, очень как-то было приятно, неожиданно. Мне нравится все в моей работе. Я даже дальше поступила в магистратуру, чтобы продолжить именно на эколога. Чистота начинается с тебя. Этого девиза придерживаются все экологи региона. В рамках профессионального праздника они вышли на уборку мусора вокруг Талкургана, тем самым вносят свою лепту в общее дело. В год мы проводим порядка трех-четырех крупномасштабных субботников. В последние годы борьба с проблемами окружающей среды идет во всем мире. Этому способствует рост самосознания населения и развитие новых технологий. Работы будут продолжены и дальше в усиленном режиме. Добавим, с начала года экологическим контролем выявлено 26 нарушений и наложено штрафов на 2,5 миллиона тенге. Также выписано один из предписаний о возмещении ущерба на 300 миллионов тенге. Илья Манаренбеков, Майдей Бойбайсонов, телеканал «Житсу». Сильные оползни унесли в море 8 домов на окраине городка Алта в самой северной провинции Норвегии Финмарк. По данным местных СМИ ширина первого самого крупного оползня составляла 650 метров. А высота обвалившегося участка берега достигала 40 метров. Но, к счастью, никто из местных жителей вместе со своим домом вниз по склону унесен не был. Большинство унесенных построек это дачные дома, куда горожане приезжают на выходные. Поэтому в момент оползня, который произошел в будний день, они были пустыми. Бразилия стала третьей страной в мире по общему количеству летальных исходов от COVID-19. От недуга скончались более 34 тысяч инфицированных. За сутки в стране умерли почти полторы тысячи человек. Это новый антирекорд. Накануне было зарегистрировано свыше 1300. Во вторник более 1200 умерших. Бразилия оказалась на втором месте и по числу зараженных. Только за последний день коронавирусная инфекция была выявлена у почти 31 тысячи жителей страны. Благотворительная акция «Мы вместе» и инициированная Нурсултаном Назарбаевым нашла широкую поддержку во всех уголках Алматинской области. К примеру, в Кигенском районе помогли сразу 500 социально уязвимых семьям. На эти цели из фонда «Бергемис ЖТСУ» выделено порядка 10 миллионов тенге. Благодаря волонтерам Дом культуры Кигенского района на время перепрофилировался в большой продовольственный склад. Вместилось порядка 40 тонн продуктовых наборов, среди которых 25 тонн муки, 2,5 тонны сахара и риса, 2 тонны подсолнечного масла, 500 коробок макаронных изделий и другого провианта. Только в отличие от обычных торговых точек товар раздается бесплатно нуждающимся семьям, одиноким пенсионерам, инвалидам. Я воспитываю четырёх детей. Сейчас непростое время и нам приятно, что немало в Казахстане неравнодушных людей. Думаю, продуктов хватит на месяц. Согласно списку материальной помощи охвачено порядка 500 социально уязвимых семей Кигенского района. Акимы 12 сельских округов организовали транспорт для доставки товаров тем, у кого нет возможности самостоятельно забрать продовольственную поддержку. Таким образом, представители государственных структур, партии большинства, волонтёры и спонсоры помогают сочетникам в трудную минуту. В целом, на одну семью предусмотрено продуктов на 20 тысяч тенге. Помимо набора продуктов первой необходимости в список входят антисептики и маски, так как пандемия ещё не прошла. Мы должны заботиться об общественном здоровье. Акция добрых дел будет продолжена и впредь. И каждый может внести свою лепту в общее дело, говорят организаторы. предупреждён, значит вооружён. Огнеборцы Коксулского района проявили инструктаж директоров общеобразовательных учреждений. Тема пожарной безопасности в летнее время. Спасатели проверили основное в наличие противопожарной техники. В эти дни по всей стране проходят выпускные. А это значит, что должны соблюдаться не только санитарные нормы, но и пожарная безопасность. Дополним всего Коксулском районе 25 учебных заведений. Спасатели проверили их все. Огненная стихия не щадит никого. Ещё раз напомнили директором огнеборцы. Начало года нам поступило свыше 174 различных звонков. Было зарегистрировано 13 пожаров в Коксулском районе. Общий ущерб составил 3,5 миллиона тенге. Основными причинами пожаров являются несоблюдение элементарных правил предосторожности и зазомкание электропроводки и детской шалости. Мы не перестаём повторять. Не будьте самонадеянны. Это может стоить вам жизни. В Талтыкургане завершился второй сезон любительской лиги по мини-футболу. За пальму первенства боролись шесть команд, сформированных из представителей средств массовых информаций. Турнир состоял из 10 туров. Восьми из них уверенную победу одержала команда Бах Юнайтед. В первом сезоне они не смогли занять призовое место. Сформировав новый состав и постоянно оттачивая мастерство, основательно подошли к этому сезону. В каждой игре выкладывались по максимуму. В последней встрече выиграли команду Випресс со счетом 2-1, тем самым подняли заветный кубок над головой. Второе место закрепилось за командой Халамгер и третье за Талды Париж. Главная цель стартов пропаганда здорового образа жизни и любви к спорту. Игры проходят в очень тяжелом напряженном режиме, но несмотря на карантин, с предусмотрением всех норм предосторожности, социальной дистанции, наши коллеги все пропагандируют здоровый образ жизни и продолжают играть, продолжают своим примером привлекать большее количество молодежи для пропаганды здорового образа жизни. Также по инициативе наших коллег, журналистов, ЖИЦУ, телерадиокомпании, житцу газеты Огня Латау на следующей неделе мы планируем провести кубок Бесена Хронбека. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хронбека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова